По словам Анастасии Петруниной, день 11 октября на космодроме Байконур выдался безоблачный и очень солнечный. Как и все присутствующие, рано утром она поехала провожать экипаж к гостинице «Космонавт». Есть традиция провожать экипаж от гостиницы «Космонавт» под песню группы «Земля не трава у дома». Это все очень трогательно. Мы приехали где-то за час. Было очень холодно, но мы терпеливо стояли, ждали. Мы их ждали где-то час. И потом вот зазвучала эта песня, и они стали выходить из гостиницы, но вы не представляете, как это было классно. Это было очень трогательно. Они прошли буквально, вот знаете, их можно было рукой вот потрогать. После этого группы туристов отвезли на площадку, специально оборудованную для наблюдений за стартом. Настроение у всех было волнительно восторженное. Ничего не предвещало беды. Космонавты заняли свои места в ракете, пошел обратный отсчет, и ракета начала медленно подниматься в небо. Ракета, кстати, летит довольно медленно, то есть можно насладиться этим зрелищем. Реально слышишь урок от космодрома, там даже в некоторых моментах уши закладывал, как это было. И все радостные, все поздравляли друг друга, улыбались, ходили, погода была отличная. Радость была недолгой. Уже в автобусе по пути в гостиницу на смартфон одного из туристов пришло сообщение из Москвы о крушении корабля носителя на 119 секунде управляемого полета. Уже позже выяснилось, что экипаж жив и успешно приземлился в Казахской степи. Мы, конечно, все были в шоке. Мы думали, первая мысль была, ну, может быть, это все-таки в рамках штатных ситуаций, что, может быть, им это все-таки не помешает выйти на орбиту. Но у нас в группе был человек, который занимался этим профессионально, то есть он работал на производстве тоже, и он сразу сказал, что нет, это аварийная ситуация, что экипаж уже, скорее всего, летит обратно на Землю. Через 10 минут эту информацию подтвердили официальные источники. Вспоминая свои ощущения, Анастасия призналась, что тогда испытала ужас. Но спустя несколько дней она осознала, что присутствовала при историческом событии. Последнее подобное происшествие случилось на Байконуре в далеких 80-х годах. Кирилл Васильев, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, СРОВ-24.